всем привет это sb1813 или просто не продолжаем реакции вот такая вот сегодня реакция будет сегодня будут периферии с их треком не новым кстати треком и caros lives это будет бас play true от маэстро от маэстро которого зовут адам гетгут или нолли как мы все прекрасно знаем человека который сделал лучший звук в мире в плане басов сделал в принципе лучшие басы в мире примочки для басов лучшие мире ну и вообще вот если бы не было его не было бы великолепного звука у нас в металле ну мне кажется так что это просто великолепный великолепный человек помимо этого всего он еще охренительный продюсер опять же который сводил и тех же периферии кого только он не сводил и собственно был басистом периферии да и сейчас он тоже вроде как им басы пишет и вот даже вроде сейчас мы будем смотреть именно его бас play true хотя официально он группе не числится но постоянно они там вместе тусуются и так далее вообще прикольный мужик я за ним посматриваю опять же и на ютубе немного и в инстаграмах и так далее то есть такой своеобразный своеобразный иногда иногда можно подумать что немножечко душненько у него там в плане когда именно что-то разбирают и так далее с другой стороны он это делает достаточно забавно если бы я еще знал английский я был может полноценно смотрел вот но в любом случае давайте сейчас переслушаем офигительный шикарнейший трек как aros lives от периферии но еще и бас play true посмотрим собственно от маэстро как он набасит и вообще что будет там какой-то полуклип даже как будто так что вот такая внезапная реакция я решил взять а почему нет почему нет давно периферии у нас не было как бы они один из лучших альбомов года этого сделали хотя как бы трек не оттуда ну ладно короче вы поняли просто решил саймон побалдеть саймон да вот это интересное сказал короче поехали бы желтенький басонша ну давай показываешь батя ну-ка запоминайте как должен звучать хороший бас как он должен выглядеть какие там должны быть партии и да играть на басу пальцами уже забейте зачем когда вот существует вот это когда-нибудь я тоже стану богатым и накуплю садим волу стар классом я в это свято верю не но вообще да глаз я давно хочу себе прикупить хотя бы какой-нибудь но длингвалы конечно дорогие так же это определительно звучит что мне нравится что вот такая форма у этих басов в основном но у них есть именно прям более красивые то есть вот именно оригинальная форма геймвола мне с этой не особо нравится но внешне то есть я бы конечно купил себе такой чисто ради звука но у них прикольные еще есть у него же там еще что-то недавно вышло как мне мистер коррл рассказывал кстати да мистер коррл привет ты по-любому это еще будешь смотреть потому что главный фанат этого всего как он мне рассказывал что у этого ноли недавно вышло что-то тоже басовое но именно не настольное а цифровое поэтому поэтому тоже опять же все басовые дела этот мистер дает нам просто не за бесплатно конечно но я просто десять часов послушал вот это вот сейчас красиво так ну вот посмотрели бас play through на трек и карус life с группой перифери от их бывшего басиста но не бывшего человека в принципе для этой группы адама гетгута или нолли как опять же говорю все его знают если вы его не знаете обязательно узнаете потому что просто великолепный человек музыкант и продюсер и вообще все что связано с музыкой около у него просто 10 из 10 я на самом деле могу просто бесконечное количество минут хвалить потому что этот реально чувак но просто понимаете до какого-то определенного времени я тоже был из тех людей которые но я не буду говорить честно на рей потому что наверно немножко неправильно так говорить но примерно из тех людей которые типа вот чего там перифери вот эти современные гитары басы да ну чё там вообще басов нет вообще в этой группе и вообще все эти современные группы типа вот вот варвик вот в металлике есть бас да вот и ну не то чтобы я прям вот так думал но я думал что вот какого-нибудь условно корни есть бас да вот таких вот именно не металли на группах есть бас там у японцев есть басы и я тоже до последнего не хотел верить что вот именно перифери чё лучше басист мире играет не гоните но потом не открыли открыли глаза там нормально так показали что есть что что почему он крутой не просто потому что он хорошо играет играет он просто но нормально то есть не хорошо неплохо просто нормально то есть я думаю любой басист который плюс-минус хотя бы немножечко умеет нормально играть на басу сможет сыграть этот же трек но сколько всего он для музыки современной вот именно металли на современной музыке сделала ты и собственно сами палки и как бы примочки сейчас ты из цифре еще есть и помимо этого всего еще по моему ударки же тоже дел короче все самое лучшее в современной музыки что вы сейчас возможно слышите это возможно от него кстати да они от этих ваших до которые фуманте лазбрит хотя там тоже крутой чувак но тем не менее так что да нолли нолли просто великолепный обожаю люблю его такую трекцию решил просто похвалить нолли послушайте басовую партию как бы просто побалдеть а почему нет как бы можем себе позволить а вот деньгол не можем себе позволить к сожалению пока что но когда-нибудь надеюсь как бы до руки не опускаю когда-нибудь может быть всей группы мы на него накопим не знаю на хрена только ну ладно но вот дарглаз бы я бы себе прикупил может быть и прикуплю когда-нибудь вот короче ладно все нахвалил нолли как бы я доволен надеюсь вы тоже довольны можете писать что он не самый крутой но для меня сам в каком-то плане даже не в каком-то плане даже так скажу если мы берем именно вот именно музыкальные кита истории не только придумывание треков да и так далее наверно именно в плане музыкальной в общем истории то он даже покруче мансора будет с другой стороны мансор тоже очень крутой то есть вот они где-то на одном уровне в плане охренительности именно в современном металле так что вот эти два мужчины это прям да это прям да в принципе и все все нахвалил нолли короче хорошо спасибо всем просмотре акции сучка все нравится нравится сами все знаете опять же не помню говорил ты или нет еще раз если что сказал и все вот теперь наконец-то пошел пока